добрый день дорогие наши зрители с вами ваше агентство недвижимости в испании алекс хом инвест и меня зовут эльвина и по вашим многочисленным просьбам мы сегодня опять хотим вам показать именно бюджетный вариант квартиры в аликанта находимся мы в районе каролина с altos недалеко прям квартиру у нас находится рядом с пласта del sol можете видеть вот этот сквер до всего у нас в и минуты нет можно от квартиры дойти будет смотреть с вами сегодня вариант двухкомнатной квартиры хочу вас сразу предупредить что квартиру нас не без мебели есть единство кухни вся необходимая сантехника но зато она со свежим недавно сделанным ремонтом поэтому оставайтесь с нами и начинаем просмотр ну что друзья мы заходим наш подъезд он у нас обычный простой не буду говорить что чистое замечательный обычный подъезд необходимо требует некоторых местах даже какой-то наверное покраски вот но дом у нас тоже довольно таки не новый поэтому давайте сейчас пройдем посмотрим нашу квартиру находится она на третьем испанском этаже ну что друзья мы с вами сейчас находимся в нашей квартире вот он главный вход сразу хочу отметить что квартиру у нас полностью отремонтирована были как можете заметить покрашенные стены заменен пол тоже и сейчас мы с вами находимся в такой зоне гостиной совмещенной с кухней здесь можно например поставить диванчики какие-то до сделать обеденную зону а здесь собственно говоря у нас кухня кухонный гарнитур у нас новые абсолютно имеется вся необходимая бытовая техника в виде стиральной машинки здесь она находится именно на кухне тоже плиты у нас все электрическое и мне очень нравится такая плиточка интересные единственный момент который хочу отметить это окна они у нас старенькие испанские именно стеклопакет поэтому конечно при желании я бы лучше заменила на современные пластиковые и выходят у нас они на внутренние патио а а еду по коридору, он нас ведет в две спальни. Сразу хочу отметить, что квартира у нас имеет 52 квадратных метра и две именно спальные комнаты. Давайте начнем с первой из них. Тоже можете обратить внимание, что комната довольно просторная, есть место и поставить большую двуспальную кровать, телевизор подвесить, какой-то столик дополнительный. Что мне нравится, что у нас во всей квартире, так же, как и в комнатах, новые двери современные и пол также новый. Единственный момент, что окна здесь получше будут, чем на кухне, но это испанский стеклопакет одинарный, поэтому при желании можете оставить его, можете также заменить. И выходит у нас окна на дом напротив и на небольшую улочку. А сейчас я хочу вам показать вторую спальню, ну а прежде покажу вам ванную комнату, которая вот у нас находится напротив. Ванная у нас тоже полностью отремонтирована, с новой свежей плиткой, также вся необходимая сантехника тоже новая. Единственное, у нас душевая кабина не имеет именно стеночек, но это можно очень легко и быстро решить. Вторая у нас комната односпальная, она будет намного меньше, но есть место поставить односпальную кровать и какой-то небольшой столик или шкафчик. Тоже окна у нас, так же, как и из нашей первой спальни, выходит на дом напротив и на улицу. Испанский стеклопакет. В принципе, на этом, я думаю, можете по ремонту сами все видеть, все свежее, хорошенькое. Ну а сейчас давайте с вами спустимся вниз и подведем итоги. Ну что, друзья, вот такой объект мы сегодня предоставили вашему вниманию. Озвучу его стоимость. 50 тысяч предложений действительно интересные по его цене именно. И, конечно же, обратите внимание, вот мы опять пришли в этот скверик. Все рядом, вся необходимая инфраструктура, как школы, садики, магазины, несколько супермаркетов, у нас автобусная, трамвайные остановки. Это все в пешей доступности. Поэтому для жизни, конечно, это место именно идеальное. Но мы надеемся, что вам понравился сегодняшний обзор. Не забывайте ставить лайки, комментировать. Нам всегда интересно ваше мнение. И, конечно же, подписывайтесь на наш канал. Не забывайте нажимать на колокольчик. Нас это всегда тоже мотивирует видеть, что вы на нас подписаны и всегда находитесь с нами. Я была рада вас сегодня видеть. И увидимся с вами в следующий раз. Субтитры создавал DimaTorzok